Уважаемые коллеги, мы начинаем научную повестку нашей конференции и хочу прежде всего напомнить всем докторам о том, что наше мероприятие зарегистрировано на портале НМО и вы получите баллы, потому что я предвижу вопросы, которые могут появиться в чате. Первые три доклада подготовили сотрудники нашей академии, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. И первое слово мы предоставляем молодому нашему ученому, поскольку у нас молодым везде дорога, значит доклад будет делать ассистент кафедры гастроэнтерологии. Наш ученик, воспитанник кафедры, который завершил аспирантуру, был одним из членов Совета молодежи. Кроме того, Андрей Игоревич Парусов, который сейчас выступит перед вами, выиграл грант. Он является, так сказать, человеком, который получил грант Российского фонда фундаментальных исследований для выполнения своей работы, для получения результатов. И слово предоставляется Андрею Игоревичу Парусову. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Когда мы говорим о синдроме портальной гипертензии, чаще всего мы имеем в виду столь грозные заболевания, как цирроз печени. В коем является терминальная стадия хронического заболевания печени вирусной, алкогольной этиологии или в исходе неалкогольной жжевой болезни печени, а также ряда других причин, сопровождающегося тяжелым воспалением, некрозом гипотоцитов и их фиброзом. Сам же синдром портальной гипертензии можно охарактеризовать как клинический симптомокомплекс, который гемодинамически проявляется патологическим повышением портального градиента давления, приводящего к формированию портосистемных колотералей, через которые происходит сброс крови из портальной вены в обход печени. Синдром портальной гипертензии приводит к ряду грозных и полисистемных осложнений, таких как спленомегалия с развитием гиперспленизма, гепатеринальные и отечно-остатические синдромы, спонтанный бактериальный перитонит, печеночная энцефалопатия, гипертензионная гастропатия, а также варикозное расширение вен пищевода с возможным развитием кровотечения. Для диагностики портальной гипертензии существуют следующие инструментальные методы обследования пациента. Они подразделяются на прямые, ультразвуковое исследование гепатопиллярной системы с определением диаметра, скорости и направления кровотока воротной вены, также подобные параметры для селезеночной вены и определение градиента печеночного венозного давления. Однако в клинической практике предпочтение дается ультразвуковому исследованию ввиду его неинвазивности. Кроме того, существует косвенный метод диагностики портальной гипертензии. Это из-за опагогастродуоденоскопия, с помощью которого определяют наличие и степень расширения вен пищевода, признаки печеночной гастропатии, а также оцениваются риски возможного развития кровотечения из вышеуказанных вен. К методам лечения и коррекции портальной гипертензии относят хирургические методы. Огромное множество, так или иначе все из них, основаны на создании портоковальных шунтов. Особый интерес у клиницистов вызвало внедрение в практику трансфигулярного внутрепеченочного портосистемного шунтирования, разработанного чешским эндоваскулярным хирургом Джозефом Рошем в 1969 году. ТИПС является малоинвазивной хирургической операцией, проводимой под контролем рентгеноскопии, и включает в себя ряд эндоваскулярных процедур в определенной последовательности. После пункции яремные вены с помощью сосудистых стендов формируется внутри печеночная соустия между крупными печеночными венами и ветвями воротной вены, в результате чего осуществляется отчетливая портальная декомпрессия. В фармакотерапии портальной гипертензии выделяют две большие группы лекарственных средств. При выявлении кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, применяя лекарственные средства с базоконстритерным эффектом. Прямые, такие как вазопрессин и его аналог террепрессин. Они взаимодействуют с рецепторами гладкой мускулатуры сосудов, вызывая ее сокращение и вазоспазм. И непрямые, такие как самазостатин и его синтетический аналог подкреатит. Вазоконстритция последних осуществляется за счет подавления продукции и активности собственных эндогенных вазодилитаторов, например, глюкогона. Однако, стоит отметить, что вышеуказанные лекарственные средства применяются лишь с целью остановки кровотечения в комбинации с эндоскопическим легированием вен. С целью пролонгированной терапии и профилактики развития таких кровотечений назначают неселективные бета-дреноблокаторы, ярким представителем которых является пропронолол. Репарат назначает в дозе, снижающую частоту пульсов покоя на 25%, либо до 55 ударов в минуту при исходном низком пульсе. Также перспективной альтернативой неселективным бета-дреноблокаторам может стать корвидилол. Это неселективный бета-дреноблокатор с существенной анти-альпа-1 адренергической активностью. Однако, поскольку сравнение корвидилолы с неселективными бета-дреноблокаторами не проводилось в двойных слепых рандомизированных исследованиях, его использование не может быть рекомендовано с целью префилактики кровотечения. В рекомендациях Российской гастрометрологической ассоциации сказано, что дозы назначаемого пропронолола могут варьировать от 30 до 320 мг в сутки и подбираются индивидуально. С целью узнать, как назначают такие препараты врачи-терапевты пациентам с циррозом печени, нами проведено ретроспективное исследование, в котором были проработаны истории болезни больных с циррозом печени. Всего таких пациентов было обнаружено в количестве 112 человек, среди которых превалировали мужчины среднего возраста. Генезид цирроза у них доминировал в алкогольных, а также вирусной и их комбинации. Кроме того, определялись случаи неалкогольной жировой болезни печени, а также цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита. У этих пациентов, по данным изопагогастродуодезноскопии, были выявлены варикозные расширения вен пищевода различной степени выраженности и гипертензионная гастропатия. Всего 90 пациентов, то есть 80% от общего количества. Кровотечения развились у 15 пациентов, одно из которых привело к летальному исходу, что подчеркивает важность изучения этой проблемы. Как же этим больным назначались текарственные средства, привлактирующие развитие подобных кровотечений? Показания к назначению бета-адреноблокаторов имели все 100% из них. Получали эти препараты чуть меньше половины. Из них непосредственно неселективные бета-адреноблокаторы получали 21 человек, а в корректной дозе не менее 30 мг в сутки всего лишь 9. Стоит отметить, что противопоказания к применению бета-адреноблокаторов имело всего лишь 12 человек. Напомню, что в рекомендациях РГА сказано, что дозы назначаемого пропорналола могут варьировать от 30 до 320 мг в сутки и подбираются индивидуально. Такой разброс средней трофитической дозы подводит к необходимости определения преддикторов положительного гемодинамического ответа на действия пропорналола с целью прогнозирования эффективности лечения. На сегодняшний день выявлено несколько факторов, влияющих на ответ действию всех лекарственных средств, в частности пропорналола, это функции печени, непосредственно доза введенного лекарственного средства и полиморфизм гена фермента, ответственная за метаболизм, в данном случае пропорналола. Таким ферментом за метаболизм всех бета-адреноблокаторов отвечает цитохром-2D6. Одна из основных особенностей цитохрома-2D6 – это значительная вариабельность его активности в популяции. Основная причина вариабельности – генетические полиморфизмы, то есть существование различных аллелей гена цитохрома-2D6 ввиду мутаций. Некоторые из этих аллелей функционально полноценны, активность других значительно снижена. Поэтому всех людей, в зависимости от степени активности любого цитохрома семейства ПА-430 в целом и цитохрома-2D6 в частности, можно условно разделить на следующие группы. Экстенсивные метаболизаторы длится с нормальной скоростью метаболизма определенных лекарственных средств. Обычно для достижения положительного эффекта таким пациентам достаточно назначения средней терапевтической дозы. Сверхактивные метаболизаторы – это лица с повышенной скоростью метаболизма определенных лекарственных средств. В таком случае синтезируются ферменты метаболизма с высокой активностью, что вызывает быстрое снижение концентрации лекарственного средства в плазме крови. Средствием этого является недостаточная для достижения дефекта концентрация лекарственного средства в крови. Для сверхактивных метаболизаторов доза лекарственного средства должна быть выше, чем для активных метаболизаторов. И третья большая группа – это медленные метаболизаторы, лица со сниженной скоростью метаболизма определенных лекарственных средств. У таких людей мутация гена приводит к синтезу дефектного фермента метаболизма, либо отсутствию его синтеза вообще, в результате чего появляется снижение ферментативной активности или даже ее полное отсутствие. У медленных метаболизаторов лекарственное средство накапливается в организме в высоких концентрациях, что приводит к появлению выраженных побочных эффектов. В связи с этим для медленных метаболизаторов должен быть осуществлен тщательный подбор дозы лекарственного средства, а именно доза должна быть меньше, чем для активных метаболизаторов. Медленные метаболизаторы, в свою очередь, по 100-хрома 2D6, являются носителями функционально дефектных аллельных вариантов гена 2D6. Результатом этих вариантов являются либо отсутствие синтеза 100-хрома 2D6, либо синтез дефектного белка со сниженной активностью, либо синтез неактивного белка. Наиболее распространенным аллельным вариантом гена 100-хрома 2D6 в российской популяции является четвертый аллельный вариант. В связи с вышесказанным нами начато исследование, предметом которого является проблема эффективности применения неселективных бета-драноблокаторов у пациентов с циррозом печени в различной теологии с целью уменьшения проявления портальной гипертензии. Целью исследования явилось повышение качества фармакотерапии бета-драноблокаторами при синдроме портальной гипертензии у пульных с циррозом печени с использованием фармакогенетических технологий. В качестве таких технологий для использования полиморфизма гена цитохрома 2D6 мы применяли метод ПЦР в режиме реального времени. Помимо генотипирования, в основе оценки активности изоферментов цитохрома B450 лежат методы фенотипирования. Для фенотипирования изоферментов C2D6 были разработаны и валидизированы различные методики. Оригинальные тесты подразумевали дополнительное введение в организм пациента лекарственного вещества, которое также метаболизируется только за счет цитохрома B6, и основывались на определении отношения концентрации введенного вещества к его метаболиту. Такие методы могут приводить к развитию нежелательных лекарственных реакций, поэтому целесообразно проведение фенотипирования с использованием эндогенных маркеров, например, пенолина, который метаболизируется за счет реакции О-деметелирования только под действием цитохрома 2D6 с образованием своего метаболита. Около 99% метаболита пенолина выводится из организма мочой, следовательно, в качестве пробы можно использовать этот биообъект. Разработана чувствительная методика количественного определения пенолина и его метаболита с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. В нашем исследовании, проведенном на клинической базе кафедры гастроэнтерологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, приняли участие 60 пациентов с диагнозом цирроз печени. По гендерной и возрастной характеристикам в исследуемой выборке проладали мужчины среднего возраста. По этиологическому фактору больше половины пациентов имели алкогольный генез и его комбинацию с вирусным гепатитом С. На данном слайде представлена клиника-лабораторная характеристика пациентов, с которой видно разнообразие проявлений цирроза печени у данной группы больных. Этим больным ультасонографически была измерена средняя линейная скорость кровотока воротной вены до лечения. У всех 60 больных отличалось закономерное снижение этого показателя. Напомню, что референтное значение линейной скорости кровотока воротной вены колеблется от 22 до 26 см в секунду. Далее всем пациентам был назначен пропанолол по 10 мг 3 раза в сутки. И через 2 недели проведено повторное ультразвуковое измерение линейной скорости кровотока вены порта. Ввиду отсутствия научных исследований по выявлению критерия положительного гемодинамического ответа на терапию пропанололом по изменению СЛСКВ. На первом этапе работы за этот критерий мы принимали любое увеличение данного параметра по сравнению с исходным. У большинства пациентов на фоне лечения отмечалось значимое увеличение этого параметра и стремление его к референтному значению. Таких больных оказалось 41. Однако ряд больных не показали положительного эффекта. Кроме того, у пациентов регистрировалось значимое снижение частоты сердечных сокращений, а также систолического и диастолического артериального давления. При проведении сравнения различных клинических факторов между респондентами и пациентами, не ответившими на терапию, из 40 больных с варикозным расширением венпищевода выраженная положительная динамика наблюдалась у пациентов с третьей степенью ВРВП – 7 из 8 человек. Результаты сравнения остальных клинических показателей не выявили статистической значимости. Далее, всем 60 пациентам выбранной группы проведено фармакогенетическое исследование с целью определения полиморфизма гена цитофрома 2D6, по результатам которого было выявлено 47 носителей гомозиготного генотипа GG и 13 гетразиготного GA. При сравнении показателей средней линейной скорости кровотолковоротной вены ЧСС систолического и диастолического артериального давления до и после лечения пропорнололом между носителями гомозиготного и гетразиготного генотипа статистической значимости этой зависимости выявлено не было. С целью оценки влияния полиморфизма гена цитофрома 2D6 на эффективность терапии пропорнололом у пациентов с циррозом печени было построено три варианта унивариативной логистической регрессионной модели. В качестве зависимой переменной выступал показатель ответа пациента на терапию пропорнололом, то есть увеличение линейной скорости кровотолковоротной вены, а независимой переменной выступал генотип по полиморфному маркеру ЦИП 2D6. На первом этапе научного поиска за критерий ответа на терапию мы принимали любое увеличение СЛСКВ по сравнению с исходным. По результатам такого регрессионного анализа статистически значимого влияния полиморфизма гена цитофрома 2D6 на терапевтический эффект пропорнолола выявлено не было. Аналогичный результат показал регрессионный анализ за критерий ответа на терапию пропорнололом, в котором мы принимали увеличение скорости кровотока воротной вены на 10% и более от исходного. В варианте с критерием ответа увеличения скорости кровотока воротной вены на 20% и более от исходного, регрессионный анализ выявил наличие статистически значимого влияния полиморфизма гена цитофрома 2D6 на терапевтический эффект пропорнолола. Поскольку большинство пациентов с гомоизиготным генотипом 26 человек ответили на терапию в отличие от гетероизигот, где всего трое, мы предполагаем, что у пациентов с гомоизиготным генотипом GG может наблюдаться наиболее лучший ответ на терапию пропорнололом, чем у носителей гетероизиготного генотипа GA. По результатам нашего исследования в качестве алгоритма персонализации лечения пациентов с циррозом печени, неселективными бета-дреноблокаторами, мы предлагаем подбирать дозу пропорнолола в зависимости от генотипа по полиморфному маркеру ЦР2Д6 с учетом определения динамики средней длинной скорости кровотока воротной вены. А для этого необходимо проводить измерение этого показателя с помощью ультразвуковой топлерографии до начала лечения бета-дреноблокаторами и через 14 дней на фоне терапии. Критерием положительного гемодинамического ответа на пропорнолол считать увеличение скорости кровотока воротной вены на 20% и более. Пациентам с гомозиготным генотипом GG начинать терапию пропорнололом в дозе 10 мг 3 раза в день. Носителем гетероизиготного генотипа GA назначать дозу выше 30 мг в сутки. При наблюдении положительного гемодинамического эффекта по изменению скорости кровотока воротной вены продолжить назначение пропорнолола в прежней дозе. В противном случае увеличивать дозу индивидуально, учитывая показатели центральной гемодинамики. Таким образом, нами установлено, что несмотря на клинические рекомендации и наличие показаний к применению неселективных бета-дреноблокаторов, назначение пропорнолола пациентам с циррозом печени в клинической практике проводится не всегда корректно. Нами определена зависимость положительного гемодинамического эффекта пропорнолола от степени варикозного расширения вен-пищевода. Наиболее высокий процент положительно отреагировавших на лечение больных показали пациенты с третьей степенью ВРВП. Кроме того, нами установлено, что у носителей гоморезиготного генотипа цитохрома-2D6GG наблюдается более значимая положительная динамика проявления портальной гипертензии на фоне терапии пропорнолола, в отличие от пациентов с гетерозиготным генотипом GA. Результаты фармакогенетического исследования позволили нам разработать алгоритм персонализированной терапии больных циррозом печени, что поможет оптимизировать подбор дозы неселективных бета-дреноблокаторов пациентам данной назовой. Бессоблюдение предложенного алгоритма персонализации может быть актуальным для профилактики развития кровотечения из варикозно-реширенных вен пищевода как одной из наиболее грозных осложнений портальной гипертензии. Большое спасибо за внимание. Спасибо огромное, Андрей Игоревич, за доклад. Он достаточно, в общем-то, интересный, но хотел бы сказать сложный, может быть, для практического врача. Хотела напомнить, что с докладчиками Андрея Игоревича является наш ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Сычев Дмитрий Алексеевич, и я, ваш покорный слуга. Но и в связи, в общем-то, с таким сложным направлением, новым, конечно, перспективным в гастроэнтерологии, в науке, у нас есть два вопроса от практических врачей. Первый вопрос, Андрей Игоревич, вы меня хорошо слышите? Я вас слышу, Эльбитна. Есть ли на сегодняшний день возможность назначения такого исследования пациентам в клинической практике? То есть, насколько это ваше исследование уже имеет выход в практику? Поскольку в рамках фонда фундаментальных исследований, конечно, это одобрено как перспективное, новое, очень важное направление персонализации, индивидуализации лечения пациентов. Насколько эта реальность сейчас уже есть в практике? На сегодняшний день уже есть возможности назначения нашим пациентам такого исследования, либо в научно-исследовательских институтах персонализированной медицины, либо в частных медицинских компаниях, причем за приемлемую стоимость. Пока в государственных лечебных учреждениях такой возможности нет, но я уверен, что в ближайшем будущем такая возможность обязательно появится. После проведения этого исследования необходимо заключение его и результаты согласовывать с врачом-клиническим фармакологом. Но отмечу, что только на основе данных этого анализа невозможно принимать решение о назначении лекарственного вещества, необходимо всегда иметь перед собой клиническую картину и всегда споставлять ее только с ней. Спасибо большое. И второй вопрос. Какие перспективы подобных исследований вы видите в дальнейшем? То есть вы, в общем-то, сейчас ушли в практику, и кроме того еще являетесь преподавателем, и я уверен, что вы продолжите научные исследования. То есть насколько перспективны эти исследования в дальнейшем? Как вы видите вообще развитие этой проблемы не только за рубежом, поскольку там это давно уже, в общем-то, поставлено на определенные рельсы практической медицины, но и в Российской Федерации? Насколько это востребовано будет? Как вы считаете? Да, вопрос, с одной стороны, сложный, но очень интересный. В качестве перспектив, возможно, немножко отдаленных, но мы видим создание так называемых фармакогенетических паспортов, в которых будут занесены данные о фармакогенетике по всем цитохромам. И в определенный момент, когда необходимо будет назначение того или иного лекарственного вещества пациенту с тем или иным заболеванием, у лечащего врача будет перед собой уже развернутый фармакогенетический анализ, на основании которого он сможет принимать решение о назначении не только конкретного лекарственного вещества, но и подбора точной дозы. И в последующем, конечно, коллаборация этого паспорта с системой поддержки принятия решений, о которой сейчас так тоже много исследований, так тоже много внедрений в клиническую практику. Спасибо, Андрей Игоревич, большое. Мы вам желаем успехов дальнейших, прежде всего, за счет институционной работы. Ну и хочу напомнить, уважаемые коллеги, наши уважаемые практические врачи, что сейчас вопрос безопасности как лекарственной терапии, так и хирургического лечения пациентов стоит во главе угла. И об этом говорит наш министр постоянно. И конференции проводятся, и в рамках нашего учреждения недавно проходил круглый стол. И были представители Всемирной Организации Здравоохранения, и Кокрейновской библиотеки, и обсуждались как раз результаты многих метаанализов безопасности пациентов при лечении теми или иными лекарственными препаратами. И это очень важно и для гастроэнтерологов. И сейчас, в общем-то, обсуждаются и вопросы депрескрабинга ингибиторов протонной помпы, которые мы очень любим и, в общем-то, иногда, так сказать, злоупотребляем, я бы сказала, длительностью лечения, дозами, хотя они не всегда оправданы. И вот как раз об этом мы и говорим, и призываем к тому, чтобы мы все-таки думали о безопасности, прежде всего, лекарственной терапии наших пациентов. Спасибо, Андрей Игоревич.